Репортаж ведется из красивого места, кстати, да, мы пергамот, сейчас еще нету 11 утра, да, посмотрите, какая цельность в 10, и тут еще до сих пор никого нет, мы объясним такие вообще. Класс. Итак, приступим к вопросу. Итак, первый вопрос. Когда ты встречаешь утро, выходной день, что первое ты делаешь? Выходной день? Да. На самом деле сильно не отличается будни от выходного, я встаю все равно достаточно рано. Пью воду. Первым делом я пью воду. Нет, первым делом я отключаю от зарядки телефон, но я не захожу в инстаграм, я его откладываю, пью воду, и потом начинаю делать зарядку. Отлично. Но твое настроение как-то меняется, когда ты просыпаешься утром в выходной день и утром в школу? Однозначно. Вот что ты чувствуешь? Ты просыпаешься в выходной день? Я чувствую, что я выспалась, я чувствую себя счастливее. Когда просыпаюсь рано, всегда темно. У меня такое ощущение, что я проснулась ночью, и так не должно быть, что надо спать. У меня организм просто сопротивляется. И не важно, сколько я поспала, 10 часов, 9 или 5, я себя чувствую одинаково, если я проснулась в 6 утра. А вот если я просыпаюсь в 8, то даже если я заснула в 3, я буду чувствовать себя лучше, чем если я уснула в 9 и проснулась в 6. Что для тебя является спорт в первую очередь? Как вот оздоровление? Как вот именно для организма польза? Как для похудения или набора веса? Или что-то определенное там твое? Чем оно отличается? Ну, спорт — это что-то комплексное для меня. Это и мышечная масса, и расход энергии, и избавление от энергии в плане не от еды, не от калорий, а именно от энергии там. Негативной. Да, негативной. Знаешь, когда тебя кто-то вот разозлил сегодня, какая-то ситуация произошла, и ты идёшь и просто начинаешь там вот это вот всё вот это делать, и прям чувствуешь, что ты вот это вот всё отдаёшь, отпускаешь, как-то легче. Расслабляешься. Да. Даже если это какая-то активность, такая тяжёлая нагрузка, ну да, всё равно, когда ты это уже закончил, когда ты это уже сделал, тебе уже не тяжело, всё, тебе становится легко. А что тебе больше нравится, пилатес, там, йога или какие-то более такие силовые, там? Пилатес — это что, всё время? Ну, как йога типа тоже. Вот я люблю йогу. Медленные такие плавные движения, не любишь? Ненавижу, я тоже не могу. Тебе больше нравится, когда именно активность повышенная прям? Да, да, я такая, ну, дёрганая девушка, знаешь, мне... Дёрганая, из-за этого любишь дёргаться. Я люблю дёргаться, да, я люблю, я быстро хожу, я быстро кушаю, я всё быстро делаю. Зарядку, вот для чего ты делаешь зарядку? Мне это помогает проснуться, в первую очередь. Я, кстати, сегодня не делала. Для того, чтобы проснуться, и всё? Или что-то ещё есть? Ну, нет, я считаю, что это для здоровья полезно, потому что вечером ты никогда не знаешь, будешь ли ты в настроении позаниматься спортом. Да, так у тебя с утра вообще. Лучше обезопасить себя и с утра сразу позаниматься хотя бы что-то. Я не делаю долго, я занимаюсь минут 10, и... Бывает ли у тебя какое-то эмоциональное выгорание? Бывает. У меня такое было очень много раз в этом году. Я не знаю, я не могу пока понять, от чего. Ну, я могу предположить, но это всё в совокупности, знаешь, как вот накопилось. Копится, копится в тебе какое-то говно, извините. Ну, с разных сфер жизни, там, и отношения с людьми, и всякие там... Ну, и как ты с этим борешься? Ну, как? Время, всё. Время помогать. Ну, оно проходит, это такой вот период, который надо пережить. Ну, ты никак не пытаешься, там, почитать книжечку, как-то отлишься. Нет, я пытаюсь, нет, я живу точно так же, как я и всегда живу. То есть, да, я и спортом не занимаюсь, и гуляю на улице, и вот что мне всегда помогает, это животные. Я выхожу к собаке, всё, это просто всё. Но ты медитировать тоже не любишь? Я медитирую, но это только перед сном. Я поняла, что это для меня работает только вечером. Ну, как я... Ну, как снотворная. Как снотворная, да, я не могу больше 15 минут, я не выдерживаю, думаю, максимум. Да, я 10 минут максимум дышу. Я не могу, я не усидчивая. Да, я тоже не усидчивая. Я тоже не усидчивая, это уже сложно для меня. Мне кажется, что я время в пустоту и трачу. Сначала вот так, вот, всё. Что тебя мотивирует двигаться дальше? Меня мотивирует успех других людей, это раз. Меня мотивирует осознание того, что у меня будут дети, и я хочу быть для них примером, это два. И меня мотивирует то, что я хочу обеспечить своим водителям комфортную старость, да. Максимально комфортно. Вот, как бы, это три вещи. Последний вопрос. Если это последний вопрос, он должен быть какой-то очень глубокий, да? Мы просто должны закончить и на хорошей ноте. Это хорошая нота. Хорошая нота. Какая твоя любимая нота. Соль, Насик. Мне нравится. Р, нравится, нравится. Р, тигр. Дороги, фасоль. Ну, соль. Соль, Насик. Фа. Фасоль. В принципе, как и всегда. Что ты любишь больше всего из света? Ну, кроме родителей, я имею в виду... Ну, я тоже не знаю, глубокий вопрос. Я имею в виду, любишь, например, какое-то твое любимое занятие. Вот ты прям вот не можешь без него жить просто. Языки. Я очень люблю языки учить. Очень много. Я прям ловлю эйфорию, реально. У меня прям... Счастье. Да, но именно когда мне нравится, если... И вот тебе язык не нравится. Из всех языков, которые... А я очень много пробовала учить, начинала. Меньше всего. Мне нравятся польский и немецкий. А какой самый больше? Английский. Это самый любимый. Прям самый любимый. Прям самый любимый. А какой ты бы хотела выучить? Ну, итальянский я бы хотела доучить и выучить французский. Итальянский, чем я вам... Ой, испанский, испанский доучить и выучить французский. Французский нравится? Да. Нравится, да? Ну, выучишь. Ну, на этом было всё. С вами была... Анастасия Савчук. Always go ahead. And special. AK and special. Всем пока! Пока!